Вот это вчера воду нам дали вечером, видите, какая грязь там осталась. Ну и естественно, ее когда отключили, в монетазе вот эта вся грязь осталась. Днем в этой квартире засуха нет ни холодной, ни горячей воды. Вечером возвращается привычная грязная. Полина говорит, заехала в дом на Копылова 19 два года назад. Все это время вода была и остается непригодной для жизни. Делают уже который раз промывку, после которой становится ситуация намного хуже, чем она была до промывки. То есть мы еще на протяжении суток после промывки спускаем очень грязную воду. У людей, у кого термостатные краны, они просто забивают картриджи и воду не выдают совсем. Жильцы домов на Копылова 15, 17, 19 и 21 сравнивают себя с соседями из частного сектора Николаевки. Тоже вынуждены набирать воду из колонки. Сейчас в домах проводят комплексную промывку, чистят и внешние, и внутренние сети. Но даже после этих манипуляций ситуация может не измениться. И вот в чем дело. Вода от РЖД идет до водонасосной станции. Ровно до этого участка она проходит по всем нормам Роспотребнадзора. А уже отсюда идут трубы, которые заложили еще во время строительства домов. В мае прошлого года по просьбе муниципалитета мы взяли эти сети во временную эксплуатацию. В течение этого времени, это около полугода прошлого, мы провели несколько очисток. И эти очистки продолжаем сейчас, уже в январе и феврале, потому что видим возможную причину загрязнения воды именно в этом участке. Завершить очистку труб со специальными реагентами должны к 20 февраля. Затем управляющие организации отправят воду на анализ. Только если эти процедуры не помогут, РЖД не в силах больше ничего сделать. Заменить или отремонтировать коммуникации компания не может по закону. Небольшой участок водоснабжения все еще принадлежит обанкротившемуся застройщику ПСК «Союз». Единственный выход – изъять его в суде, отдать другому собственнику и уже тогда раскапывать трубы. Дойдет или нет до жильцов на Копылова чистая вода? Вопрос упирается в юридические тонкости. Софья Толстопятова, Дмитрий Кочетков и Степан Майер. Новости Прима. Продолжение следует...